МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы продолжаем знакомить вас с проектом Беларусь-Н. Знакомить с Беларусью новой, с Беларусью неизведанной. В рамках проекта открываются интереснейшие туристические маршруты. Скоро вы сможете воспользоваться этим сервисом. Все маршруты разные, но объединяет их одно. Все они будут начинаться на заправках Беларусь-нефть. Беларусь-Н теперь может похвастаться маршрутом международного статуса, а пролегает он в окрестностях Борисова. Именно здесь прозвучал громкий аккорд войны 1812 года переправа французов через Березину. Отправимся по местам больших побед и трагедий в маршруте Наполеоновский. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Первым пунктом на карте маршрута станет Бивак. Это усадьба в деревне Дудинка. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В старину Биваком называли воинский привал. Может быть, сам Наполеон себе здесь устраивал бивуак. А именно так это слово звучит по-французски. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кстати, Бивак не просто агроусадьба, а стилизованная усадьба-клуб. Здесь все дышит историей. Есть даже специальный музей, посвященный 1812 году. На стене висит карта с реконструкцией событий на Березине. Можно увидеть мундиры солдат, разные военные атрибуты. Короче, здесь вы сможете остановить бег времени. Так утверждает хозяин Бивака, а по совместительству кит нашей программы. А вот, кстати, и он. Приветствую. Добрый день, Олег. Сергей. Очень приятно. Сергей, я смотрю, у вас здесь целый музей. Я так понимаю, что люди, туристы, которые сюда приезжают, живо интересуются историей 12-го года. Березина, как такова эпоха, соединяющая 20 стран Европы, дающая возможность представить, что здесь было. Для многих это неизвестность. Мы открываем эту книгу, давая возможность людям узнать истории с той стороны, с которой мало кто, возможно, еще знает в Европе, но и наши жители республики. Потому что мы делаем это независимо для кого, и для иностранцев, и для белорусов одинаково. С качеством, со знанием и с особенным отношением. А вот вопрос, который интересует лично меня. Ведь французов здесь изрядно потрепали в то время. Как сейчас приезжают сюда их потомки, как они здесь себя ведут и какими они уезжают? Французы, как и русские, здесь были потрепаны в равной практической мере. 25 тысяч примерно с одной стороны, 25 тысяч с другой. Но боль, которая как таковой осознается с произношением слова «березина», это нечто трагичное, что у них осталось в памяти среди предков, которые на сегодняшний день приезжают к нам. Реально есть возможность узнать историю и применить ее к себе, побывав трижды во времени, в прошлом, в настоящем и в будущем. Уже горю желанием поскорее отправиться на место событий. Только зайду в номерок, брошу вещички, заодно и оценю местный сервис. Номер вполне комфортабельный. Наполеону бы понравилось. Уж точно лучше той избушки, в которой он ночевал под Борисовым. Говорят, Наполеону той ночью пришлось есть плохо пропеченный крестьянский хлеб. В биваке его бы таким никогда не накормили. В армии говорят, хороший солдат – это сыпий солдат. Так что перед выездом в поля нужно хорошенько подкрепиться. Посмотрим в меню, что у нас подают на завтрак. К названиям блюд тут подошли с фантазией. Яичница, холостой выстрел, блинчики, переправа генерала. Вот и я выбрал себе блюдо с историей. Яйцо пашот. Во-первых, классический, а во-вторых, чисто по-французски. Из этой усадьбы путешественники вроде меня будут отправляться в познавательную экскурсию по следам Наполеона. В биваке можно взять вот такого четырехкопытного друга и прокатиться на нем до самой березины. Но я все-таки не изменю своему четырехколесному. Я отправляюсь в Борисов. Там находится следующий пункт нашего маршрута. Тед-де-пон с французского переводится как «голова моста». На месте нынешнего пешеходного в 1812 году был тот самый мост через Березину, к которому стремился отступающий из Москвы Наполеон. Я поднялся на высокий западный берег Березины. И вот эти холмы за моей спиной – ничто иное, как земляная крепость, которая была создана для защиты моста при подходе врага. Французы хотели перейти Березину и идти на Минск, где их ждали запасы продовольствия. Но русские, отдав врагам Борисов, заняли Тед-де-пон и сожгли за собой мост. Теперь путь на Минск для Наполеона был закрыт. Французы начали искать другую переправу и нашли ее в следующей точке нашего маршрута. Студенка – обычная деревушка вблизи Борисова. Но именно здесь случилась главная трагедия осени 1812 года. Вот с этого берега французы переправлялись через Березину. Маршал Мюрат сказал со служивцем, «Наше положение неслыханное. Если Наполеон выпутается сегодня, в нем сидит сам черт». Французы дезинформировали русских и отвлекли их внимание от студенки. Когда авантюра удалась, Наполеон воскликнул «Я обманул русских». Но радоваться было рано. Условия, в которых приходилось переправляться, были просто убийственными. Посмотрите, в это время Березина уже замерзает. Из 400 пантанеров, которые строили мосты, большая часть погибла от переохлаждения. На бревна и доски для строительства разбирали местные хаты. В результате удалось возвести два моста – для пехоты и для артиллерии. За двое суток по тем мостам перебралась вся дееспособная часть наполеоновской армии. По сути, план Александра Первого по искоренению французов на Березине был провален. Наполеоновская верхушка ушла. А вот десятки тысяч людей разных национальностей, сопровождавших французов, навсегда остались на этой земле и в этой реке. О той трагедии сегодня напоминают лишь памятники. Много их и на противоположном берегу Березины. Туда я сейчас и отправлюсь. На другой стороне реки находится Брилевское поле. Это настоящий некрополь, то есть город мертвых. Все монументы здесь увековечивают память погибших на Березине. Та война расколола наше общество. Белорусы сражались с обеих сторон, фактически друг против друга. И потери нашей нации вместе с гражданскими составили около миллиона человек. И этот памятник установлен в честь погибших белорусов. Отдельный монумент на Брилевском поле установлен в честь погибших французов. Рядом с ним захоронение солдат наполеоновской армии. Пока жива память о тех событиях, сюда, на Березину, будут тянуться люди со всего мира. Вот почему наполеоновский маршрут приобретает международный статус. Об этом я сейчас и поговорю со слоном нашей программы. Госпожа посол, скажите, пожалуйста, как вы считаете, хватает ли тех мероприятий, которые проводятся здесь на данный момент? В прошлом году мы с городом Борисовым подписали соглашение, согласно которому Борисов включен в союз наполеоновских городов. И целью подписания этого соглашения было развивать туристические приезды как французов, так и других туристов сюда, в Белоруссию. Но если все-таки следовать исторической правде, нужно сказать, что на Брилевском поле никаких военных действий не было. А вот в этом лесу, неподалеку, сражения точно происходили. И где-то здесь же была и ставка Наполеона. Вы когда-нибудь слышали о временных воронках? Мне кажется, я только что попал в одну из них в районе деревни Быча. Эти люди называют себя униформистами. Они исследуют вопросы стратегии и тактики войск в войне 12-го года, а кроме того, сами реконструируют и шьют себе мундиры. Мероприятие униформистов – дело не шуточное. Здесь каждый знает свое место в строю и маневр в бою. Неудивительно, ведь большинство униформистов – члены военно-исторических клубов. Среди этих доблестных ребят я встретил и нашего кита – хозяина усадьбы Бивак. И, если честно, с трудом его узнал. Мне повезло. Я увидел и мероприятие, и людей в форме, и молебен. А что делать людям, которые приедут в обычный день? В рамках дальнейшего развития предполагаем, что с помощью программы, с которой мы сейчас связаны «Беларусь-Н», возможно создание такого анимационного маршрута 3D, на который каждый человек, приехавший на экскурсию, сможет каждый день очутиться в эпохе 812-го, увидеть на экране всю анимацию реконструкции, которые происходили, на то время и происходит сейчас. Я понимаю, так используя современную технику с планшетом, вот так вот, поворачивая его, сюда ты увидишь одну картинку, а сюда другую картинку, да? Ну, примерно да. Таких технологий сейчас достаточно много, поэтому сейчас идет разработка или изучение, так сказать, возможных проектов, которые помогут увидеть реалистично события 812-го года. Не сомневаюсь, что внедрение таких технологий позволит не только лучше представить, что происходило в 1812-м году на Березине, но и ощутить эффект присутствия, как будто ты являешься непосредственным наблюдателем или даже участником тех событий. Да, будущим туристам можно только позавидовать. Да, маршрут «Наполеоновский» на самом деле окунает в атмосферу 1812-го года, но пора возвращаться в наше время. Я лично получил массу впечатлений, можете получить их и вы. Главное, не сидите дома.